Продолжение следует... Говорю, нужно просто понимать, что происходит. Вот и все. Огромное количество мусульман живет одновременно с несколькими женами. Что, у них психика коллапсирует? Они ногти себе до локтей зажирают в стрессе. Нормально живут, и жены их нормально живут. По мне, это менее дикая вещь, чем то, что в Америке галлюксуальная пара двух мужчин может усыновить ребенка. И это абсолютно нормально. Мы сейчас будем переходить к истории нашего подписчика кавказского и истории несостоявшейся любви его русской женщины. Это пиздец. Сейчас я буквально чуть попью воды, 20 секунд, и мы переходим к десерту. Там просто полный пиздец. Тотальный пиздец. Я просто дурка нахуй. Что у нас дано? У нас есть подписчик, кавказец, у которого есть несколько жен. Он мусульманин. И у него есть русская женщина, которая сама в него влюбилась. Он без нее, как я понял, живет спокойно. То есть он не рассматривает даже в теории того, что он откажется от своих жен и от своей религии в ее поле. У него проблем нет. Проблемы у нее. Мне пишет девушка, я читаю. Арсен, можно задать вопрос? Я сразу говорю, как бы нормальные люди так не пишут. Я уже сразу понял, что мне пишет какая-то пиздец. Потому что нормальный человек никогда в жизни не напишет незнакомому человеку, не здравствуйте, не извините. Я говорю, да, можно. В общем, спасибо. В общем, ситуация следующая. Мне нравится мужчина, скобочки, кавказец. Он постоянно вас смотрит. У него есть жена. И у них по религии можно брать до четырех жен. Никто больше не цепляет к какой-нибудь. Я признался ему влюбить. Это подписчик, сейчас сидит и слушает, чтобы вы поняли. Он прямо сказал, что он собирается жениться на второй девушке. Получается, что я уже третий. Меня это оскорбило. Я его закинуло в черный список. Я не хочу с ним говорить. Опять же, еще раз. То есть, вот есть ж... Я просто ж... Я не понимаю, мне читать сообщение и сразу выгружать инфу. Или этот... Это пиздец. Давайте я сейчас зачитаю сообщение и буду проходить сразу по сообщению. По вашему мужчину можно поступать таким образом? Иметь несколько женщин и так нагло пользоваться чувствами девушки. Понимая, что она в него влюблена. И так нагло заявлять, что если ты согласна жить с ответственной жизнью в принципе, укладами, я подумал. А если нет, то нет. И даже это еще не все. Помимо этого, он сказал, что не женится на женщине, которая не примет его религию. То есть, нанекая на то, что я другой веры. По вашему это адекватно? Повторюсь. Так пользоваться чувствами девушки и выдвигать такие условия, становаясь, что она к нему сильно привязана. Там до... я чего нужно разбирать. Я пойду просто по пунктам, блядь. Первое. Меня это оскорбило. И я закину его в черный список. То есть, есть человек живой, настоящий. У него есть важные для него вещи. И он просто честно и открыто говорит, что является условием для взаимодействия с ним. Здравствуйте. Сколько стоит вот эта ламборгини? Два с половиной миллиона долларов. Извините. Не хуй я себе вы пи***лся. Вот уровень вот этого развития. То есть, ее оскорбляет то, что он прямо не юлит, не пытается обмануть, не пытается навязать, не пытается втиснуться в ее личные границы. Он прямо говорит, что приемлемо и что неприемлемо. И это ее оскорбляет наглостью. Наглостью. По вашему мужчину может поступать таким образом. Иметь несколько женщин и так нагло пользоваться чувствами девушки. Пользоваться. Понимаете? Еще раз. 99% тупости в себе можно убрать, если услышать, что ты говоришь, и соотнести это с реальностью. Он еще ей не пользовался. Что такое пользоваться? Принеси, подай, сходи, отсоси, продай квартиру, отдай мне деньги, роди мне ребенка. Это пользоваться. Он не пользовался ей. Он не пользовался. Он всего лишь сказал, что чтобы быть со мной, надо то-то, то-то. Она это записывает в то, что он ей пользуется. Понимая, что она в нем влюблена, и так нагло заявлять, что если ты согласна жить в соответствии с моими принципами, я подумаю, а если нет, то нет. Сука, ну пизда ты, моржовая, ты секунду подумай. Она обвиняет его в том, что делает сама. То есть она нагло врывается в его жизнь и говорит, ты должен перестать быть мусульманом, ты должен перестать следовать традициям твоего народа, чтобы быть со мной. Она самым наглым образом навязывает ему, как ему жить, чтобы быть с ней. И все же по части дерьма, бизнесмены не могут превзойти священнослужителей. И я должен сказать вам правду, народ, когда речь заходит о дерьме, серьезном, недетском, взрослом дерьме, перед которым все замирают в страхе. В страхе. Чемпион всех времен и народов по ложным обещаниям и громким заявлениям. Религия. Вне конкуренции. Вне конкуренции. История. История, которую впаривает религия, попросту говоря, величайшее дерьмо из всех. Вы только вдумайтесь, религия смогла убедить людей, что есть невидимый мужик, который живет на небе, и наблюдает за тем, что вы делаете каждый день, каждую минуту, и невидимого мужика есть список из десяти вещей, которые он не хотел бы, чтобы вы когда-либо делали. И если вы сделаете хоть одну из этих десяти вещей, у него есть специальное место, полное огня, дыма, жара, страданий, боли, куда он отправит вас, чтобы вы мучились, горели, задыхались, кричали и плакали навеки, вечной, до скончания времен. Но он любит вас. Он любит вас. Он любит вас, и ему нужны деньги. Ему всегда нужны деньги. Он всемогущий, всеведущий, он совершенствует мудрость, он каким-то образом не умеет зарабатывать деньги. На религии зарабатывают миллиарды долларов, не платя при этом налогов, и им все мало. Ну что, вы все еще хотите меня хорошего словца про дерьмо? О, срань Господня! Спасибо большое. Но я хочу, чтобы вы знали кое-что. И это чистая правда. Если говорить о вере в Бога, я пытался. Я правда пытался. Я пытался верить в то, что Бог есть, что Он создал нас по своему образу и подобию, что Он очень нас любит и хорошенько следит за тем, что творится. Я правда пытался в это поверить, но должен вам признаться. Чем дольше ты живешь, тем больше смотришь на то, что происходит вокруг, тем больше ты понимаешь, что что-то наебнулось. Что-то здесь, блядь, не так. Война, болезни, смерть, разрушение, голод, разврат, нищета, пытки, преступность, коррупция и шоу на льду. Что-то совершенно точно не так. Так никуда не годится. Если это лучшее, на что Бог способен, то я не впечатлен. Подобные результаты не подходят для резюме совершенного существа. Все это дерьмо можно было бы ожидать от временного офисного сотрудника с плохим отношением к своим обязанностям. И между нами говоря, в любой нормальной вселенной этот парень вылетел бы с нагретого своей всемогущей задницей места уже давным-давно. И, кстати, я сказал «этот парень», потому что я твердо уверен, глядя на все эти результаты, что если Бог есть, то это мужчина. Ни одна женщина никогда не смогла бы натворить столько хуйни. Итак. Итак. Итак, если Бог... Если Бог есть, я думаю, самые рассудительные люди согласятся с тем, что он как минимум некомпетентен. И может быть, может быть, ему просто насрать. Насрать. Качество, которое я очень уважаю в людях, и которое объяснило бы такое количество недвитеритных результатов. Так что не желая больше быть еще одним бездумным роботом, слепо веря, что все вокруг дело рук какого-то жуткого некомпетентного отца-создателя, которому, как мы предположили, все насрать, я решил хорошенько осмотреться и найти себе другой объект почитания. Что-то, на что я мог бы положиться. И в тот же момент я подумал о Солнце. Все так и было. В ту же ночь я стал почитателем Солнца. Ну, не совсем в ту же ночь. Ночью Солнца не видно. Первым же делом, в то утро, я стал почитателем Солнца. На то у меня было несколько причин. Прежде всего, я вижу Солнце. Окей? В отличие от всяких там богов, я действительно вижу Солнце. Мне это очень помогает. Когда я вижу что-то, не знаю, как-то правдоподобнее получается, правда? Итак, я могу видеть Солнце каждый день. И оно дает мне все, что мне нужно. Тепло, жизнь, пищу, цветы в парке, отражения в озере. Иногда ракожи. Но слушайте, по крайней мере, нет никаких распятий. И мы не сжигаем людей заживо, только потому, что они с нами не согласны. Почитать Солнце очень просто. Нет никаких тайн, чудес, пафоса. Для этого не нужно ничего платить, не нужно разучивать никаких песен. И не нужно собираться в специальном месте раз в неделю в одинаковой одежде. Но больше всего мне в Солнце нравится то, что оно никогда не говорит мне, что я недостойный. Оно не говорит мне, что я грешник, которого нужно спасти. Ни разу не сказал мне неплохого слова. Оно хорошо со мной обращается. Итак, я почитаю Солнце. Но я не молюсь Солнцу. Знаете почему? Не хочу злоупотреблять нашей дружбой. Это невежливо. Мне всегда казалось, что люди общаются с Богом достаточно грубо. А вам просят о помощи. Триллионы и триллионы молитв каждый день. Все просят, умоляют, о чем-то сделают. И дай мне то. Я хочу машину, хочу работу. Большинство всех этих молитв происходит по воскресеньям. День потерян. Это не дело. И с друзьями так не обращаются. Но люди молятся, и каждый просит что-то свое. Ну знаете, вашей сестре необходимо опираться на промежности. Вашего брата арестовали за то, что он обосрался в супермаркете. Но чаще всего вам просто очень хочется трахнуть вон ту горячую рыжую штучку возле исповедальней. Ну знаете, вон ту косолапую с повязкой на глазу. И вы все еще молитесь об этом? Я думаю, вам стоило бы. Я говорю, ладно, молитесь о своем, о чем вы захотите. Молите о чем угодно, но... Как же Божий замысел? Не забыли? Божий замысел. Давным-давно у Бога был замысел. Он хорошенько подумал, решил, что замысел неплох, начал его осуществлять, и вот на протяжении миллиардов лет все шло в соответствии с этим замыслом. И тут появляетесь вы и начинаете молить о чем-то. Предположим, что-то, чего вы просите, нет в Божьем замысле. Что же вы хотите, чтобы он сделал? Поменял его? Только ради вас? Разве это не самонадеянно? Это же Божий замысел. Какой смысл быть Богом, если любой недоумок с молитвенником за пару баксов сможет наебнуть весь ваш замысел? Или вот еще. Другая проблема, с которой вы можете столкнуться. Предположим, что ваша молитва осталась без ответа. Что вы тогда говорите? Ну, на все воле Божье. Пути Господни неповедимы. Хорошо. Но если на все воле Божье, и он все равно делает то, что хочет, то каким хуем тогда вообще молиться? Как по мне, так это большая трата времени. Почему нельзя пропустить всю эту молитвенную часть и перейти сразу к его воле? Все это очень сложно. Так что, столкнувшись с этим, я решил почитать солнце. Но, как я уже сказал, я ему не молюсь. Знаете, кому я молюсь? Джо Пэши. Джо Пэши. Джо Пэши. На то две причины. Первая. Я считаю, что он хороший актер, окей? Для меня это катер. Вторая. Он похож на человека, который слов на ветер не бросает. Джо Пэши не пинает хуи. Не, хуи не пинает. Реально. Реально, Джо Пэши смог сделать пару вещей, которые Богу оказались не под силу. Годами я просил Бога сделать что-нибудь с моим шумным соседом и его лающей собакой. Джо Пэши успокоил этого хуесоса с первого же раза. Поразительно, чего можно добиться, имея при себе обычную бейсбольную биту. Итак, я молюсь Джоу уже где-то год. И кое-что я заметил. Я заметил, что у всех молитв, которые я раньше адресовал Богу, и те, что адресованы теперь Джо Пэши, исполняются одной и той же вероятностью. 50%. В половине случаев я получаю то, что хочу, в половине нет. То же, что и с Богом. 50 на 50. То же, из четырех. Листным клевером и подковой, колодцем желаний, крольчей лапкой. То же, что и с колдовкими талисманами. То же, что и с ведьмой Вуду, которая предсказывает судьбу, сжимая в руке Божьи яйца. Везде одно и то же. 50 на 50. Так что возьмите все свои суеверия, откиньтесь, загадайте желания и наслаждайтесь. А для тех, кто из вас искал в Библии каких-то житейских мудростей и литературных изысков, я хочу предложить пару других историй. Вам стоит взглянуть на три поросенка. Неплохая вещь. С классическим хэппи-эндом. Я уверен, вам понравится. Также красная шапочка, хоть она и идет с рейтингом X из-за сцены, в которой большой серый волк съедает бабушку. На которую мне всегда было насрать, кстати говоря. Ну, наконец, я всегда испытывал глубокое душевное удовлетворение от Шалтая-Болтая. Вот отрывок, который мне нравится больше всего. И вся королевская конница, и вся королевская рать не может обратно Шалтая-Болтая собрать. Все потому, что нет никакого Шалтая-Болтая. И нет никакого Бога. Нет никакого Бога. И никогда не было. И вообще, я поступлю следующим образом. Если Бог есть, если Бог есть, пусть Он поразит этот зрительный зал насмерть. Видите, ничего не произошло. Все в порядке. Ну, знаете что? Я малость подниму ставки. Я подниму ставки. Если Бог есть, пусть Он поразит меня насмерть. Видите? Ничего не произошло. Хотя, подождите, много судорога свело. И яйца болят. Плюс я слеп. Я слеп. О, снова в порядке. Должно быть Джо Пеши. Благослови Господь Джо Пеши. Спасибо вам большое. Благослови Джо. Спасибо вам огромное. Я ценю это. Спасибо. 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 Спасибо.